На сегодняшний день я ответственно заявляю, что Республиканская клиническая больница, в ИТУ, в народе она называется, больница Главташкин-Строе, на сегодняшний день остается на балансе Министерства здравоохранения, которым я руковожу. И также эта больница, как юридическое лицо, она сохраняется, и на сегодняшний день она работает. Мы с целью создания удобств для населения, чтобы не закрывать всю больницу, мы часть ее работников взяли для работы в этой инфекционной больнице. В Зангяте. В Зангяте. Кроме этого, вы в курсе, у нас есть объявление, и мы делаем набор желающих, никто не принуждается, желающих работать с ковидными больными. И согласно этому, часть сотрудников Республиканская клиническая больница номер один согласились работать в этом учреждении. И еще мы должны сказать, что на период строительства от Министерства здравоохранения мы на каждую стройку дали своих представителей. Вы знаете, что на улице Арнасай в Челанзарском районе перинатальный центр закончился, детская больница по поручению президента завершается. Кроме этого, наша больница, которая теперь уже называется Национальный медицинский центр, Топович, тоже завершился. Кроме этого, еще ведется работа в Старом Ташме, новая многопрофильная, многофункциональная больница там строится. На территории Старого Ташмы. На территории Старого Ташмы, правильно. И сюда мы тоже командировали главврача Республиканской клинической больницы номер один. Он в течение двух с половиной месяцев находился здесь как представитель от Министерства здравоохранения, чтобы на время стройки проектировщиков, строителей консультировать по поводу кислорода, по поводу вентиляции, по поводу помещений. Каждый день мы штабы проводить не можем, но он здесь ежедневно их консультировал, помогал, и он здесь работал. И теперь он, как знающий всю структуру, инфраструктуру, всю инженерную коммуникацию этого учреждения, на период пандемии он назначен здесь руководителем. И исходя из этого, возможно, появились эти кривотолки. О том, что эта больница закрывается, нигде, ни в одном документе, ни в одном поручении об этом и речи нет. На сегодняшний день Республиканская клиническая больница функционирует, все отделения работают в своем режиме, часть персонала мобилизована для работы в этой инфекционной больнице. Кроме этого, сюда же мы мобилизовали персонал из Ташкентской областной инфекционной больницы, из третьего городского ларингоцентра, он называется, оттуда. То есть не только это учреждение, из нескольких учреждений мы сформировали команду, которая будет здесь работать. Можно еще прокомментировать насчет территории Старого Ташми? Какая именно многопрофильная клиника там планируется? Это перевод другой клиники туда? Или это будет принципиально новая клиника? Потому что сейчас там находится Ташкентский стоматологический институт, насколько мы знаем. Правильно. Ташкентский стоматологический институт, его учебный корпус там сохраняется. Это учебный корпус. И вы знаете, что там есть несколько лечебных корпусов, но, к сожалению, они не отвечают современным требованиям. И есть здания, которым уже более ста лет. Здесь мы видим, что значит функциональная правильная клиника. И по инженерной коммуникации, по проектировке, по строительным материалам, по удобству для больных, по удобству для персонала. Это очень важно. И с этой точки зрения мы там строим новую многопрофильную клинику. Строим. А работать будет та же клиника. Уточнить можно? Вы будете строить на месте старых зданий? Нет. Стройка уже идет на пустом месте, вот ближе к кольцевой. Там уже стройка идет, вернее, она завершается уже. А со старыми зданиями судьба какая? Что они, какое функциональное назначение имеют? Значит, в основном это будет учебной и клинической базой для стоматологического института, для Ташкентской медакадемии. То есть многие кафедры, которые на сегодняшний день в очень неудобных, стесненных обстановках там работают, они будут там находиться. И, возможно, даже какие-то административные по здравоохранению наши учреждения тоже мы туда переведем. То есть это останется как медгородок. По профилю. КОНЕЦ